Мы видим в качестве исследователя два отношения природы к нам. Одно отношение – мягкое, благоразумное, направляющее, наставляющее, вызывающее в нас инстинкты, любовь, последовательность правильных действий в родителях по отношению к детьми. И очень-очень все продумано четко со стороны природы, так все заготовлено бережно и правильно, и в отце, и в матери. И дано им определенное чувство, чтобы они обязательно заботились о своем потомстве. До тех пор, пока это потомство достигает какого-то определенного уровня развития. И после этого как будто все отрубается. Человек, когда он становится взрослым, пропадает все бережное отношение природы к нему. Начинается жизнь, полная борьбы за существование. И никаких впредь как бы милосердий, жалости, любви ни от кого, ни от чего. Конечно, от родителей еще постепенно-постепенно, да, но в принципе и это все проходит. И человек, в общем-то, остается один на один с противоположной, с враждебной ему природой. То есть та природа, которая все делала за и для его пользы, допустим, до конца его взросления, до зрелости, с окончания его созревания и далее относится к нему наоборот, как бы в каком-то вызове, в каком-то требовании к нему. И он не понимает, не знает, почему это вдруг происходит. Каждый из нас помнит себя юношей, допустим, в юношеском возрасте, когда начинается вхождение во взрослую жизнь, и ты хочешь инстинктивно остаться еще ребенком. Ты не можешь еще, ты не получил ни знания, ни силы, ни уверенность жить в этой жизни, и не понимаешь, почему тебя в нее выталкивают. А вот надо. Надо идти на работу, надо идти в армию, надо заботиться. Ты уже отвечаешь за все, никто за тебя не ответит, если ты ошибешься или что с тебя будут требовать, как со взрослых. Очень сложный и резкий переход, и психологически трудно очень воспринимаемый молодыми. И мы не понимаем, почему мы так должны делать, почему мы не можем продолжать так же жить в заботливой, нежной, милосердной природе. Почему вдруг она изменилась и в окружающем нас обществе вызывает к нам такие требования, такое противодействие, даже антагонизм как бы к каждому. Почему вот эти два противоположных отношения природы к развитию человека и затем после его развития к его действиям, уже взрослым, разумным, они всегда поражали исследователей, говорит Боря Сулам. И были выведены многочисленные теории, которые оправдывают эти противоречия. То есть надо все-таки каким-то образом их увязать между собой. Почему природа так инверсно вдруг начинает относиться к взрослому человеку по сравнению с развивающимся еще человеком? И все-таки это одна и та же природа. А вот как она построила себя относительно нас в двух противоположных таких отношениях, нам непонятно.